Праздник для водителей, котлета вместо каши и пожарные блогеры. Здравствуйте! В эфире область в сети. Как и чем живет Преамурье в инстаграме, расскажу я, Марьяна Геворкян. И сегодня в программе все самое интересное за неделю, что вы публиковали, лайкали и комментировали. Спасибо Господу или дорожникам. У благовещенских автомобилистов на минувшей неделе случился настоящий праздник. В областной столице открыли улицу Загородная, которую ремонтировали целых полгода. Обрадованные водители поделились своими эмоциями в соцсетях. Любимая Загородная открыта. Господи, спасибо! Наконец-то будет меньше пробок. Спасибо, что открыли. Похвалили дорожников одни комментаторы. А другие раскритиковали качество асфальта. Старый ровнее лежал. Нашлись недовольные и разметкой. На Виадуге по Загородной. Въезд на базу, вот на вот эту, почему-то есть. Куда могут заезжать от силы в день, ну, 10-20 машин. А на этом переулке живут люди, которые ездят целый день туда-сюда. А здесь двойная, сплошная. Как это вот все получается? Как людям заезжать? Через вот тот разрыв на базу, что ли? Под публикацией активные пользователи Инстаграма оставили больше ста комментариев. И большинство людей с автором видео не согласилось. Поворачивать налево в этом месте опасно из-за подъема, да еще и пробки будут создаваться. Недовольным посоветовали не лениться и проехать лишних 200 метров для разворота. Чем только не латают ямы в Преамурье. Дорожники травой и булыжниками. А юмористы лапшой быстрого приготовления. Об этих казусах мы рассказывали в прошлых выпусках программы. Достойно пополнят коллекцию странного дорожного ремонта следующие фотографии. Вот таким песком с мусором отсыпают дорогу между домами улицы Сосновая в Чигирях. Это издевательство, мусор, кто убирать будет? Спрашивают местные жители. Недовольным посоветовали обратиться в прокуратуру. От следующего короткого видео буквально захватывает дух. Крыша многоэтажного дома в микрорайоне Благовещенска стала популярным местом прогулок у детей. На кадрах видно, компании ребят собираются сразу на нескольких ее участках. Очевидцы в комментариях сообщают, детей на крыше они замечают довольно часто. Кстати, после того, как это видео появилось в соцсетях, опасной ситуацией заинтересовалась полиция. Жаркое по-домашнему гречка с котлеткой, рыбные тефтели с картошкой, а на десерт фрукты. Звучит вкусно. Глава Циолковского Сергей Левицкий показал своим подписчикам, как теперь будут кормить учеников начальных классов школьных столовых города. Сам попробовал, очень понравилось, уточнил Левицкий. О новом школьном меню написала в своем инстаграме газета «Амурская правда». Под публикацией больше двухсот комментариев. Аж в школу захотелось. Отличное меню. Похвалили комбинат питания одни подписчики. А другие засомневались. Неужели и доплачивать не придется? Придем, проверим. Кстати, нашлись и те, кого опять не устроило новое меню. Верните каши, они полезнее. Как говорится, всем не угодишь. Бассейн вместо детского сада. Жители села Паярково Михайловского района сняли на телефон удручающую картину. В детском саду в дождливую погоду подписали авторы к публикации. А в таком состоянии находится Шимановская железнодорожная поликлиника. В здании тоже протекает крыша. На окнах стоят ведра. А кровати в палатах медперсонал обтянул клеенкой. А в конце выпуска трогательная песня, которую исполнил незрячий певец из «Свободного». Парень стал лауреатом первой степени международного конкурса в Санкт-Петербурге. Анатолий Побережник занимается в эстрадной студии «Дебют». И, несмотря на недуг, удивляет своим талантом. Зорька алая, зорька алая, губы алые, А в глазах твоих, а в глазах твоих небосинь Ты, любовь моя долгожданная. А на этом все. Делитесь с нами интересными событиями вашей жизни и жизни области. Отмечайте в постах «Собака», «Муробл», нижнее подчеркивание ТВ или ставьте хэштег «Область в сети». И, возможно, узнаете свои кадры в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok